Почему в ресторанах Токио больше не удастся покурить? От кого французские мясники просят защиты? И как Диего Марадона затмил мать своей сборной? Об этом и не только в нашем обзоре. В преддверии летней олимпиады 2020 власти Токио приняли жесткие законы по запрету курения в общественных местах. Если раньше в японской столице можно было подыметь в любом баре или ресторане, теперь за это штраф до 500 долларов. Для любителей табака будут отведены специальные зоны. Курить также нельзя на территории школ, детских садов и больниц. Защитите нас от веганов, просят у властей французские мясники. К правительству обратились с открытым письмом. Призывают спасти традиционную кухню и угомонить агрессивных веганов. Ведь они громят мясные лавки, рисуют на витринах граффити и обливают окна искусственной кровью. Цукерберга в отставку. Инвесторы, которые вложили в акции Facebook около 3 миллиардов долларов, недовольны методами управления главы компании. В частности, возмущены скандалами, связанными с утечками данных, в которых Facebook фигурировал на протяжении последних нескольких месяцев. В прошлом году некоторые акционеры уже требовали замены Марка Цукерберга, однако их не поддержали. Детектив, супергерой, а теперь еще и инициатор Брексита. Британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в политической драме, которая рассказывает о выходе Великобритании из Европейского Союза. Камбербэтч сыграет Доминика Каммингса, одного из вдохновителей Брексита. Для съемок ему даже пришлось измениться до неузнаваемости. Первые кадры из картины опубликовал британский Channel 4. Брэд Питт называет свою бывшую супругу Анжелину Джоли лицемеркой. Такую информацию выведали американские СМИ у друзей актера. Питт также уверен, благотворительностью Джоли занимается исключительно ради пиара. Например, Верак поехала, чтобы восстановить репутацию после того, как проиграла бывшему мужу дело об опеке над детьми. Преступления, которого не было. В аэропорту Нью-Йорка пилот по ошибке послал диспетчерам сообщение, что его самолет захватили террористы. Когда в аэропорт прибыли десятки машин полиции и ФБР, а всех пассажиров обыскали, оказалось, что виной всему поломка в системе радиосвязи. По словам пассажиров, это было самое ужасное приключение в их жизни. Главный болельщик Аргентины Диего Марадона своим поведением на трибунах затмил игру Альбиселесте против Нигерии. Легенда аргентинского футбола танцевал и самоотверженно праздновал гол Лионеля Месси, а потом и победу сборной неприличными жестами. Оторвался так, что после матча Марадоне понадобилась помощь врачей. Он чуть не упал в обморок. Позже сообщил, чувствует себя хорошо. Рейтинг самых недовольных и самых счастливых туристов опубликовал один из сервисов для путешественников. Основывались на отзывах о гостиницах по всему миру. Самыми капризными оказались испанцы и ирландцы. Далее по списку представители Исландии, Италии и Болгарии. Наиболее довольны своими поездками туристы из Сербии.